Дарья Усачёва проводит разминку перед выступлением и исполняет тройной флип. Она исполнила только двойной и неудачно приземлилась на ногу. Резкая боль. Дальше мы видим кадры, как Даша плачет и подъезжает к бортику, где находится Этери Тутберидзе. После этого её врач уносит на руках. А так как Даша выступала первой во второй разминке, то не было даже времени заморозить ногу или как-то оказать медицинскую помощь. Поэтому Дашу просто... Никто не мог никак среагировать и Дашу просто внесли. Вот пока это вся информация. Даниил Грихенгаус в эфире заявил, что не было никаких проблем с здоровьем, были только мышечные растяжения, которые бывают у любого спортсмена. Следим за информацией. Дальше всё на нашем канале. А вот что произошло сегодня в парном катании. К этапу Гран-при в Японии Евгения Тарасова и Владимир Морозов готовились особенно усердно. Ученики Этери Тутберидзе надеялись взять реванш у лучших фигуристов мира из России, но потерпели промежуточную неудачу. Анастасия Мишина и Александр Галямов просто не оставили им шанса, выиграв короткую программу с личным рекордом. И пока весь мир откровенно восхищается талантами подопечных Тамары Москвиной и прочтем победу на Олимпиаде, самая опытная пара страны никак не избавится от хронических ошибок. По настоящему сильных соперников у российских дуэтов на Гран-при Японии не было. Обойти японцу смогли только дуэты из России. В этом сезоне Мишин и Галямов уже встречались на соревнованиях с Тарасовой и Морозовым. И в Финляндии ученики Тамары Москвиной оказались лучшими, выигрывая благодаря чисто исполненной произвольной программе. Радует, что после громкой победы на чемпионате мира в Стокгольме молодые спортсмены не остановились в развитии. Они продолжают искать свой собственный стиль, экспериментируют с постановками и хореографией. А самое важное, прислушиваются критики, нарабатывают свои программы по ходу сезона. Короткая эсмеральда, оставшаяся с прошлого года, очень подходит ребятам, но теперь она кажется более завершенной благодаря обновленным костюмам. Еще на этапе Кубка России в Сочи Мишина вышла на лед в ярко-розовом платье, а Галямов надел строгий костюм с красным галстуком. Тогда фигуристы были безупречны и сейчас не изменили себе. Параллельный тройной Сальхов, сложнейший выброс тройного флипа, высокая подкрутка. Саша и Настя показывают высочайший уровень исполнения элементов и вместе с тем поражают. Казалось, после суперудачного прошлого сезона у чемпионов мира начался спад, но они быстро набрали форму и задали отличный соревновательный темп. На первом же этапе гран-при Мишина и Галямов выиграли короткую программу с личным рекордом 78 и 40 баллов. Завершались соревнования Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И если в Финляндии подопечные Тутберидзе обошли Мишину и Галямова в короткой программе, то на этот раз уступили. К сожалению, пока фигуристы так и не могут решить свою главную проблему с тройным тулупом в короткой программе. Женя сорвал элемент во время проката, хотя на шестиминутной разминке буквально шнаповал один идеальный прыжок за другим. Это падение дорого обошлось спортсменам за свое выступление. Тарасов и Морозов получили 75 и 708 балла. Учитывая, что в произвольной программе они уступают своим конкурентам сложности, сократить разрыв будет очень трудно. По сути, Женя и Вова должны будут надеяться на чужие ошибки, но вряд ли такая тактика способна привести их к победе на Олимпиаде. А главное, что в катании опытных российских фигуристов не видно прогресса. Такое ощущение, что они выступают под девизом «Ни дня без падений». А спасти их от ошибок не способна даже Этери Тутберидзе. Среди иностранцев выделялись разве что хозяева льда Рико Миура и Рио Токихара, которые на этапе в США обошли Александру Байкову и Дмитрия Козловского. В Токио фигуристы начали ничуть не хуже. Нежная постановка под культовую песню Леонардо Коэна «Аллилуйя» прошлась по душе япанской публики. Мягкое слаженное катание, красивое вращение и элегантная дорожка шагов – самые сильные стороны азиатского дуэта. Технически они тоже выглядели очень солидно. Шикарный параллельный тронут луп и качественная подкрутка. На долю секунды у партнерша коснулся рукой льда на выбросе, но элемент все равно был засчитан. Судьи на оценки не поскупились и поставили фигуристам 73,98 балла. Это личный рекорд Рику и Виюта. Постепенно японцы входят в элиту мирового спорта и ближе к олимпийским играм их уже нельзя будет игнорировать. Тренер трехкратного чемпиона мира из США Нейтана Чена Рафаэль Арутюнян предложил устроить прыжковый батл между американскими мужчинами-одиночниками и российскими фигуристками, заявив, что Чен не будет комплексовать перед трусовой. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в интервью поддержал эту идею, а глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова рассказала, что канал готов пригласить зарубежных фигуристов на коммерческий турнир. Рафаэль Арутюнян, который с детского возраста тренирует трехкратного чемпиона мира и главного фаворита предстоящих олимпийских игр, Нейтана Чена предложил дерзкую идею устроить битву между американскими одиночниками и российскими фигуристками. Таким образом, Арутюнян ответил на вопрос о том, не боится ли его подопечный Чен в сравнении с Александрой Трусовой, которая освоила все четверные прыжки и даже показала пять квадов в произвольной программе на открытых прокатах сборной России в сентябре. «У меня вообще есть предложение к Первому каналу организовать прыжковые соревнования между двумя командами – российских девушек и американских парней. Можно для большей конкуренции и третью собрать из российских фигуристов, усилив ее европейскими легионерами. Турнир на убывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Комплексовать перед трусовой Чен точно не будет», заявил Арутюнян в интервью. Турнир получился бы действительно захватывающим, а интригу можно было бы держать до самого конца благодаря сбалансированному составу команд соперниц. Если говорить о команде США, то в ней очевидно оказался бы Нейтан Чен, который владеет всеми четверными прыжками и в подавляющем большинстве случаев исполняет их безупречно. Это самая сильная боевая единица звездно-полосатых. Также в состав сборной США попал бы бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Винсент Джоу, который спокойно делает четверной лут, тулуп и сальхов. Он стал бы вторым по силе соперником россиянок. И еще одним важным представителем американской сборной является Джейсон Браун, но на прыжковом турнире он может стать слабым звеном. Дело в том, что свои основные баллы этот одиночник набирает за счет идеального исполнения тройных прыжков и акселя в 3,5 оборота, а также высоких оценок за компоненты, скольжение, артистизм, переходы между элементами, чувство музыки. Что касается квадов, то он пытается исполнить на соревнованиях четверной сальхов, но делает это серьезным недокрутом, а в остальном довольствуется тройными прыжками. Таким образом, если команда США будет состоять из этих трех спортсменов, то бороться с ними и даже побеждать российским девушкам будет вполне реально. Чен и Джо могли бы приносить много баллов, но Браун уравновешивал бы шансы. От России в турнире могли бы принять участие Трусова, Щербакова и Камила Валиева. Если нужно будет расширить команду, то вполне можно добавить Майю Хромых и Ильзавету Дуктамышеву. У сборной США тоже явно найдутся другие талантливые одиночники для увеличения команды. К тому же недавно к ним присоединился российский фигурист Артур Дмитриев, сменивший спортивное гражданство на американское. Если на прыжковом турнире ему удастся исполнить четверной аксель, который еще никто не приземлял на официальных соревнованиях, то это произойдет настоящий фурор. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поддержал идею американско-российского превостояния в прыжках и напомнил, что в феврале 2021 года Федерация уже организовывала подобный турнир. Это по аналогии с Кубком Первого канала, который мы проводили в феврале этого года. Там наши девчонки соревновались с нашими же мальчишками. Теперь Арутюнян предлагает, чтобы наши девочки и американские мальчики состязались. «Идея интересная, она может быть рассмотрена, но для нас сейчас главная цель и то, на чем все сосредоточено. Это предстоящие Олимпийские игры, но идея интересная, возможно, что каким-то образом ее рассмотрят». Если дело дойдет до организации такого соревнования, то решение принимается совместно Федерацией фигурного катания России и Первым каналом. Но это еще не обсуждалось, отметил Горшков. Однако кажется, что Первый канал будет совсем не против. Глава дирекции спортивного вещания канала Ольга Черносвитова сообщила, что организация уже задумалась над тем, чтобы разнообразить свой коммерческий турнир приглашением зарубежных звезд. По словам Черносвитовой, Арутюнян даже сам связался с ней по этому вопросу. Первый канал совместно с Федерацией фигурного катания России рассматривает возможность приглашения на Кубок Первого канала иностранных фигуристов. В частности, такое предложение мы получили на турнире «Скейт Америка» от Рафаэля Арутюняна, тренера Нейтана Чена. Приятно, что наша инициатива была оценена. Сейчас мы изучаем возможные форматы турнира, и не исключаем, что Нейтан будет не единственным, кто сможет выступить в России, где популярность фигурного катания так высока, цитирует Черносвитову ТАСС. Сообщество фигурного катания России в большинстве своем поддержало эту идею. А почему нет? Это ведь интересно зрителям. Прыжковые соревнования многим понравились, а наши девчонки прыгают великолепно. Они и победить могут. Это было бы очень зрелищно и эффектно, сказала Татьяна Тарасова. Это очень интересная инициатива, согласилась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Будем с замиранием сердца за этим следить. Мысль не нова, но будет хорошо, если прыжковый турнир пройдет в США, где фигурное катание не особенно популярно. Это повысит популярность фигурного катания в данной стране, а нашим фигуристкам позволит расширить свою фан-базу. Однако нашлись и противники этой идеи. Так Илья Авербух увидел в предложении Артюняна провокацию. Предложить противостояние русских девочек и американских мальчиков – это очень провокационно и глупо. Это даже идея не назовешь, потому что прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал, заявил Авербух. Поэтому слова Артюняна я не воспринимаю как идею. Но на мой взгляд, такой турнир с участием американских спортсменов и наших спортсменок – глупое занятие. Они и так соревнуются заочно, и мне кажется, спортсмены должны заниматься своим делом, а тренеры – своим. Сказал Авербух. Впрочем, пока что дело идет к тому, что прыжковый батл США против России все-таки состоится. Кубок Первого канала, на котором это должно произойти, пройдет в марте 2022 года, вскоре после Олимпиады. Субтитры создавал DimaTorzok